Уважаемый зритель! Для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо! Смотрящие по Беларуси воров закон и щевлек. Есть в криминальном мире истории страшные и жестокие, есть, запутанные и увлекательные. А есть, такие, как биография белорусского воров закон и щевлека, с загадкой, на которую так и не нашлось ответа. Дело в том, что у этого человека нет даты смерти, хотя он официально считается умершим, и до сих пор никто не знает, чем на самом деле закончилось, а может, еще и не закончилось, его жизнь. Но не будем забегать вперед, расскажем только то, что нем известно наверняка, и по порядку. Родился будущий смотрящий 9 июля 1960 года в Минске. И паспортная фамилия Владимиру Аркадьевичу досталась такая, что могла бы сама по себе стать воровским псевдонимом – Клещ. Впрочем, этого не произошло. В 15-летнем возрасте, в 1975 году, за кражу его осудили на три года, из которых Вова отсидел год и вышел по амнистии. В те годы серьезные наказания для подростков не были гикостью. Неудивительно, что после подобного юношеского опыта парень свернул на криминальную стезю и стал делать карьеру квартирного вора. Как следствие, в 1979 году ему достался еще один трехлетний срок, и снова за кражу. Вообще судим он был шесть раз и за свою недолгую жизнь суммарно провел в местах лишения свободы 18 лет. Какщевлик стал главой преступного мира Беларуси. В 1993 году закончилась очередная отсидка Клеща, вышел он на свободу с хорошими знакомствами и с доброжелательным к нему отношением со стороны многих законников, и славин, и не таковых. В Беларуси тогда всем заправлял Наум, Петр Науменко, ставший спустя год крестным отцом новоиспеченному законнику, получившему кличку Щевлик. Именно при Науме в Беларуси появился единый общак и объединилось несколько кланов. Но Наума Щевлик заменил далеко не сразу. После освобождения в 1993 Владимир Клещ возглавил ОПК, до того руководимую еще одним его знакомцем, неким Плушковым. Плушков получил долгий срок по одному из своих дел, а готовая конкурентоспособная группировка досталась Клещу. Кроме того, Щевлик умудрялся поддерживать в Беларуси и московский клан грузинских воров, и действовать в интересах некоторых российских воров славянского происхождения. В общем, за несколько лет ему удалось сместить Наум и получить не просто статус смотрящего по РБ, но и заиметь уже созданную и на тот момент отлаженную криминальную систему. В этом статусе он пребывал вплоть до 1997 года. Собственно, присвоение Щевлику статуса вора в законе произошло в январе 1994 года, в городе Тамбове, когда он уже довольно много значил для белорусского и вообще постсоветского криминального сообщества, и оставалось только узаконить этот факт. Правда, ходили слухи, что он был коронован еще парой лет раньше в городе Владимир, однако подтверждений не нашлось, а домыслы в таких вопросах воровской мир не любит. Семейное дело вора в законе то, что истинные законники должны быть бездетными и бессемейными, уже давненько устаревшая криминальная традиция, на несоблюдение которой практически никто не обращает внимания. Вот и Владимир Щевлик был женат два раза, а первой его супруге неизвестно ничего, кроме того что они поженились еще до того, как герой нашего повествования получил влияние в белорусском криминальном сообществе и статус законника. А вот вторая женитьба была весьма пышной и наделала шумихи. В июне 1994 года Щевлик решил сочетать с узами брака с Еленой Вайдой, причем не просто так, а с венчальной церемонией в кафедральном соборе в Минске. Конечно же, за официальной частью последовало банкетное торжество, в ресторан Рандеву съехались в качестве гостей многие известные в мире криминалы люди, причем не только из Беларуси. Проскальзывала информация, что на празднестве выступал даже кто-то из звезд русского блатного шансона. То есть мероприятие явно гулялось на максимально широкую ногу. И вот, когда автомобили гостей стали разъезжаться, их на близлежащих улицах стали останавливать местные представители правоохранительных органов. Обошлось без задержаний, но репутация белорусского смотрящего была порядком подмочена, потому как приятных впечатлений общение с представителями правопорядка не добавило никому, при том что Щевлик обещал своим гостям безопасность и душевное спокойствие. В последствии о жене Лени стали поговаривать, что она имеет чересчур сильное влияние на мужа, в том числе и в воровских делах, которые он должен был бы решать единолично и самостоятельно. Исчезновение без вести, события, догадки и версии. В сухом пересказе события, развернувшиеся вечером 10 декабря 1997 года, выглядели так. Приблизительно в 8 часов вечера Владимиру Щевлику, находившемуся дома с семьей, кто-то позвонил по мобильному телефону. Уже в те годы влиятельный авторитет владел такой техникой, но диалога никто не услышал, очевидно. Владимир Аркадьевич просто молча выслушал позвонившего. Затем он накинул куртку поверх домашней одежды и буквально в тапочках вышел из своей минской квартиры, пояснив домашним, что выйдет отогнать стоящую во дворе машину. И после этого Владимира Клеща не видел никто. Встревоженная жена через пару часов позвала, разумеется, не милицию, а знакомого семьи, человека, занимавшегося взломом, и, соответственно, закрытием, замков. Его она попросила закрыть дверь автомобиля. Супруг Елены пропал, очевидно, с единственным комплектом ключей от авто. Вечер был снежным, и быстро приехавший знакомый увидел следующее, стоящую нараспашку машину, без следов потасовки или еще чего-либо, только с крошечной каплей крови на сиденье водителя. А по свежевыпавшему снегу к автомобилю вели следы одного человека, самого Владимира в тех самых домашних тапочках. Ни других следов, ни следа от вытащенного из машины тела, ничего, словно человек сел на водительское сиденье, укололся обо что-то и растворился в воздухе. Ни живым, ни погибшим Владимира Клеща не нашли. Десять лет спустя суд постановил считать его мертвым, конечно, озвучивались версии наиболее раскрученные, о спецоперации белорусского правительства, настроившегося серьезно бороться с криминалитетом. Ее предлагают подтверждать цитаты президента Лукашенко о том, что он не позволит создавать кому-либо криминогенную обстановку в государстве, как всякие тамщевлики, которые неправильно себя повели. Но Лукашенко сказал это спустя 4 года после событий. То есть, пометуя о том, что этот политик вообще любит эффектно высказаться, он мог просто подогнать давний факт под повестку дня 2001 года. Впрочем, есть и другие аргументы, схожие смерти нескольких воров, политиков и высших чиновников. Несколько человек исчезло с минимумом следов, в основном тоже из машин. Но были и другие версии, дескать, Щевлик увел общак и либо инсценировал свое исчезновение, либо был покоран своими же за это. Была и версия о его попытке прибрать к рукам нефтяной бизнес, в связи с чем так якобы могли обезопасить себя от его посягательств нефтянники. Как бы то ни было, уже более 20 лет в этом деле не появляется новых фактов. И Владимир Аркадьевич Клещ считается умершим. Есть в криминальном мире истории страшные и жестокие, есть, запутанные и увлекательные. А есть, такие, как биография белорусского вора в законе Щевлика, с загадкой, на которую так и не нашлось ответа. Дело в том, что у этого человека нет даты смерти, хотя он официально считается умершим, и до сих пор никто не знает, чем на самом деле закончилось, а может, еще и не закончилось, его жизнь. Но не будем забегать вперед, расскажем только то, что нем известно наверняка, и по порядку. Родился будущий смотрящий 9 июля 1960 года в Минске. И паспортная фамилия Владимиру Аркадьевичу досталась такая, что могла бы сама по себе стать воровским псевдонимом – Клещ. Впрочем, этого не произошло. В 15-летнем возрасте, в 1975 году, за кражу его осудили на три года, из которых Вова отсидел год и вышел по амнистии. В те годы серьезные наказания для подростков не были гикостью. Неудивительно, что после подобного юношеского опыта парень свернул на криминальную стезю и стал делать карьеру квартирного вора. Как следствие, в 1979 году ему достался еще один трехлетний срок, и снова за кражу. Вообще судим он был шесть раз и за свою недолгую жизнь суммарно провел в местах лишения свободы 18 лет. Качевлик стал главой преступного мира Беларуси. В 1993 году закончилась очередная отсидка Клеща, вышел он на свободу с хорошими знакомствами и с доброжелательным к нему отношением со стороны многих законников, и славен, и не таковых. В Беларуси тогда всем заправлял Наум, Петр Науменко, ставший спустя год крестным отцом новоиспеченному законнику, получившему кличку Щулек. Именно при Науме в Беларуси появился единый общак и объединилось несколько кланов. Но Наума Щулек заменил далеко не сразу. После освобождения в 1993 Владимир Клещ возглавил ОПК, до того руководимую еще одним его знакомцем, неким Плушковым. Плушков получил долгий срок по одному из своих дел, а готовая конкурентоспособная группировка досталась Клещу. Кроме того, Щулек умудрялся поддерживать в Беларуси и московский клан грузинских воров, и действовать в интересах некоторых российских воров славянского происхождения. В общем, за несколько лет ему удалось сместить Наума и получить не просто статус смотрящего по РБ, но и заиметь уже созданную и на тот момент отлаженную криминальную систему. В этом статусе он пребывал вплоть до 1997 года. Собственно, присвоение Щулеку статуса вора в законе произошло в январе 1994 года, в городе Тамбове, когда он уже довольно много значил для белорусского и вообще постсоветского криминального сообщества, и оставалось только узаконить этот факт. Правда, ходили слухи, что он был коронован еще пары лет раньше в городе Владимир, однако подтверждений не нашлось, а домыслы в таких вопросах воровской мир не любит. Семейное дело вора в законе то, что истинные законники должны быть бездетными и бессемейными, уже давненько устаревшая криминальная традиция, на несоблюдение которой практически никто не обращает внимания. Вот и Владимир Щулек был женат два раза, а первой его супруге неизвестно ничего, кроме того что они поженились еще до того, как герой нашего повествования получил влияние в белорусском криминальном сообществе и статус законника. А вот вторая женитьба была весьма пышной и наделала шумихи. В июне 1994 года Щулек решил сочетать с узами брака с Еленой Вайдой, причем не просто так, а с венчальной церемонией в кафедральном соборе в Минске. Конечно же, за официальной частью последовало банкетное торжество, в ресторан Рандеву съехались в качестве гостей многие известные в мире криминалы люди, причем не только из Беларуси. Проскальзывала информация, что на празднестве выступал даже кто-то из звезд русского блатного шансона. То есть мероприятие явно гулялось на максимально широкую ногу. И вот, когда автомобили гостей стали разъезжаться, их на близлежащих улицах стали останавливать местные представители правоохранительных органов. Обошлось без задержаний, но репутация белорусского смотрящего была порядком подмочена, потому как приятных впечатлений общение с представителями правопорядка не добавило никому, при том что Щулек обещал своим гостям безопасность и душевное спокойствие. Впоследствии о жене Лени стали поговаривать, что она имеет чересчур сильное влияние на мужа, в том числе и в воровских делах, которые он должен был бы решать единолично и самостоятельно. Исчезновение без вести, события, догадки и версии в сухом пересказе события, развернувшиеся вечером 10 декабря 1997 года, выглядели так. Приблизительно в 8 часов вечера Владимиру Щевлеку, находившемуся дома с семьей, кто-то позвонил по мобильному телефону. Уже в те годы влиятельный авторитет владел такой техникой, но диалога никто не услышал, очевидно, Владимир Аркадьевич просто молча выслушал позвонившего. Затем он накинул куртку поверх домашней одежды и буквально в тапочках вышел из своей минской квартиры, пояснив домашним, что выйдет отогнать стоящую во дворе машину. И после этого Владимира Клеща не видел никто. Встревоженная жена через пару часов позвала, разумеется, не милицию, а знакомого семьи, человека, занимавшегося взломом, и, соответственно, закрытием, замков. Его она попросила закрыть дверь автомобиля. Супруг Елены пропал, очевидно, с единственным комплектом ключей от авто. Вечер был снежным, и быстро приехавший знакомый увидел следующее, стоящую нараспашку машину, без следов потасовки или еще чего-либо, только с крошечной каплей крови на сиденье водителя. А по свежевыпавшему снегу к автомобилю вели следы одного человека, самого Владимира в тех самых домашних тапочках. Ни других следов, ни следа от вытащенного из машины тела, ничего, словно человек сел на водительское сиденье, укололся обо что-то и растворился в воздухе. Ни живым, ни погибшим Владимира Клеща не нашли. Десять лет спустя суд постановил считать его мертвым. Конечно, озвучивались версии, наиболее раскрученные, о спецоперации белорусского правительства, настроившегося серьезно бороться с криминалитетом. Ее предлагают подтверждать цитаты президента Лукашенко о том, что он не позволит создавать кому-либо криминогенную обстановку в государстве, как всякие тамщевлики, которые неправильно себя повели. Но Лукашенко сказал это спустя 4 года после событий. То есть, помятуя о том, что этот политик вообще любит эффектно высказаться, он мог просто подогнать давний факт под повестку дня 2001 года. Впрочем, есть и другие аргументы, схожая смерти нескольких воров, политиков и высших чиновников. Несколько человек исчезло с минимумом следов, в основном тоже из машин. Но были и другие версии, дескать, Щевлик увел общак и либо инсценировал свое исчезновение, либо был покоран своими же за это. Была и версия о его попытке прибрать к рукам нефтяной бизнес, в связи с чем так якобы могли обезопасить себя от его посягательств нефтянники. Как бы то ни было, уже более 20 лет в этом деле не появляется новых фактов. И Владимир Аркадьевич Клещ считается умершим. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Спасибо.